Всем привет! Сегодня у нас будет тема о турках. Я просто поболтаю, расскажу вам свои заметки, просто то, что я заметила. Это не говорит о том, что надо делать вот так. И легалины слова являются истиной в последней инстанции. Она супер, короче, купер права. И я не претендую на вот это вот звание, что я так сказала, так надо делать, или что вы так сделаете. Я не гарантирую, что это сработает. Потому что люди разные, воспитания в семьях разные. Но я вам просто хочу рассказать, что я здесь заметила. А вы уже, исходя из своих каких-то общений со своим мужем, либо спутником, турком и так далее, восточным мужчиной, я бы это назвала. Не прямо это только к туркам. Это здесь больше вопрос культуры, воспитания и религии здесь. Хочу подметить, что я здесь заметила. Такая тема есть. Чтобы стать, скажем, рычаг давления есть на мужчин. И скажете, ой, да это не секрет на всех мужчин. Я не скажу. Это именно вопрос религиозный, что написано в Коране. Рычаг давления на восточного мужчину очень прост. Это постель, секс, какая-то вот такая близость. Сейчас расскажу поподробнее, что, почему, как этим, например, можно, как этим, например, пользуются турчанки. Вообще, это зависит уровень вот этой веры в это от уровня религиозности вашего партнера, человека. Верит ли он в религию, читает ли Коран, или как его в семье воспитывали. Он может сам этого уже такой светский, не верить в это, не молиться, не быть снаобожным. Но, например, он родился в такой семье, где родители все это там... Он это впитывал от своих родителей, от матери, от отца, тетей, дядей, дедушек, бабушек и так далее. То есть на протяжении своей жизни. То есть все равно на подкорочке эта история остается. Главная мысль, как психолога, что я заметила, что в религии, в Коране, как в принципе, и в христианстве та же история похожа. У нас в принципе, кстати, Библия и Коран очень похожи и по жестокости какой-то своей, да, и по вопросам семьи, любви, откровенности. Но тем не менее, вопросы сексуальности, открытости, секса, тем вообще вот этой близости между мужчиной и женщиной, любви. И вся эта история в Коране, как в религии, перенесенная в общество, к людям, в государство, да, в культуру людей. Здесь это все лежит под одним большим штампом стыда. Да, стыдно, да. Почему закрывают женщин в хиджабы или там, когда перчатки даже, там, бурка, да, когда глаза только торчат. Или вообще глаза даже закрыты. Я про восточный мир не прям про трутся только вообще. Потому что, чтобы никто не захотел, не посмотрел, не провоцировать взгляды, да. То есть ты хорошая, правильная, правоверная мусульманка, не провоцирующая, покорная, кроткая. И тогда какая же главная идея, да, что тебе будет счастье от Аллаха, ты попадешь в рай. Живи правильно, поступай правильно, да, не греши, не провоцируй. И иначе это стыд, если ты вызовешь вот этот вот стыд, ты, а лео, равно попадешь в ад, загрешишь. Типа живи, не греши. Вот вопросы, вот я просто как психолог, да, рассуждаю, вопросы близости секса с любви, в том числе, и всего прочего. Чем мы более открыто об этом говорим. Не стигматизируем, то есть не делаем из этого проблему, не фиксируемся на этом. Тем это спокойнее, открытие люди переживают. Чем эта история с открытостью любви и секса табуирована, стигматизируется запретная тема, тем она более интересна. Чем больше запрещается, тем нам этого больше хочется. Запретный плод сладок, отсюда у нас идет, да, вот эта поговорка выходит. Так вот, в Турции, как представительство восточного мира, в других восточных странах, где-то еще после этим пожестче, естественно. В общем, вопрос этот религиозный. Секс, любовь, это равно стыд. Очень многое подавляется даже до сих пор в Турции, что я наблюдаю, в светском обществе здесь. Не очень принято, у молодежи как-то поспокойнее, типа 20 лет. Но вообще, даже 25-30 лет здесь не принято целоваться в засос на улице где-то, в общественных местах. Некоторые, вот тут более религиозные, за руку друг друга, даже муж и жена могут не держать, да. Вопросы вот этой стыда за секс, какой-то близости, они очень сдержаны в этом плане могут быть. И приходим к иностранкам, к этой всей теме, да. А женщины очень сильно манипулируют сексом мужчинами здесь, да. Это нет секса до брака, религиозная особенно семья, да. То есть там вообще до брака ничего нет. Или ты можешь что-то делать с имам-никяхом, то есть религиозным браком, не государственным светским, то религиозным, то есть это татьевой брак. Ты перед глазами Аллаха становишься женой и мужем, то есть вам уже что-то можно делать, да. Или там вместе находиться в комнате, там вместе жить, спать и тому подобное. А светские в таком случае брак очень часто уходят вообще на второй план. В общем, не об этом сейчас. Я к тому, что секс, постель в восточных странах, и вот в Турции в частности, это огромная манипуляция, рычаг давления на мужчин. И женщины очень активно этим пользуются, не допуская к своему телу, не проявляя первым какой-то интерес внимания. То есть поэтому мужчине есть интерес добиваться женщину, там, не знаю, располагать к себе, подкупать финансово, подарки дарить, золото, вся прочая история. И поэтому очень у многих разочарование бывает, турчанки к этому готовы. Поэтому они очень многое хотят больше отбить себе, отвоевать до вступления в брак. Назовем такое финансовый, возможно, откат. Откат по своим правам и так далее. То есть они больше выпендриваются, недоступны и так далее до брака. Потому что они готовы знать, что после эта вся история изменится, муж будет другим. Он расслабится, наплевательский будет и так далее. Он не будет тебя всегда этим рыцарем на коне. Он завоевывает, располагает к себе. А ты в этот момент до брака набиваешь себе цену и смотришь, купит он тебя за эту, условно говоря, в кавычках, за эту цену или нет. В любом случае любые наши отношения, конечно, сводятся к тому, что кто-то себя представляет, позиционирует, презентует, продает. Но кто-то отдается за бесплатно, а кто-то набивает себе цену. Может быть, даже что-то из себя не представляют. Или из каких-то бедных, например, семей и так далее. Они этому обучаются. Простите, с молоком матери все это видят в своей культуре. Для них это нормальная история. Поэтому здесь слово меркантильное и так далее. Женщина не употребляется здесь, это нормально. Но очень часто турки хаят своих женщин. Говорят, я теперь вот в разводе. Или у меня были отношения с турчанкой. Я все хочу найти европейскую женщину. С вами попроще. Почему турки любят именно европейских женщин, которым попроще? Потому что мы славянские женщины, европейские и немки, и в других странах, и американки, в том числе не восточные. Другая религия и культура. Женщины более сговорчивые. Они меньше требовательные. Быстрее сговариваются на что-то. Они очень хорошо любят ушами и недолюблены. Они любят красивые, хорошие слова. Мужчины используют... На самом деле, в турции все проще. Мужчины используют слова красивые речи, слова о любви, легко говорят, как манипуляцию для женщины. Расположить к себе, хорошо уши напеть. Но турчанки сразу фильтруют, что половина его, простите, фильтрует базар. Половина это просто вранье. Она прекрасно делит все это. Она понимает, она знает в реалии, в которых она живет. А женщина манипулирует мужчину сексом, не позволяет, не допускает. Вот так они сходятся, как-то часто торговаются, в итоге образуется какой-то сайт, так и живут дальше. А мы, как женщины из другой культуры, которые более к честности, открытости, прямой линии, все наши качества воспитания. Мы вот эти слова, открытые мужские, зачастую монету, верим и так далее. И по неопытности такого общения восточного, да, мы вот прям вот, ох, он негодяй, обманул, сказал, меня любит на втором свидании. Оказалось, не любит вообще, женой меня видеть хотела. Оказалось, я ему ни разу не жена, он меня бросил, вообще бы не изменял, да. Но, про рычаг давления, да, манипуляция для турецкого мужчины. Быть хорошей для него или задержаться в его жизни. Я сейчас учу плохому, сразу говорю. С точки зрения психологии, это все неправильно. Я этого, как психолог, никогда бы не сказала. Я говорю, как человек, живущий здесь, да. Чтобы быть хорошей, запомниться в жизни мужчины, вы ему просто должны приоткрыть завесу тайны какой-либо более интересной партнерской половой жизни сексуальной, да. То есть зацепить, не быть скучной, быть интересной, возможно, раскрыть ему какие-то грани, позволить ему что-то, что он бы сам для себя или с другой женщиной в своей культуре, где он где-то пробовал что-то для вас, да, не позволил бы себе. Такую женщину, вот в этом плане сексуальном, свободную, скрепощенную с экспериментами, он будет ей целовать пятки. Даже если она стерва, сволочь, у них ничего не сходится, они разного характера расстаются, не идет у них. Ну, он ее, как минимум, всегда запомнит как хорошего сексуального партнера. Эта женщина останется в его памяти, оставит определенный след. Очень часто турки, знаете, есть такие истории, да, когда у них не очень отношения или какая-то любовница, может, турчанка, да, есть, почему, вроде, жена там все хорошо, он к любовнице бегает, потому что она ему вот это замещает, да. Он берет то, чего нет в браке, возможно, если у него брак какой-то там религиозной женщины, потому что с такой семьей, у него тоже с этим стигма идет на стыд, на сексуальность, нераскрепощенность, им этого недостаточно. Представляете, он не просто в период там брака 10 лет с женой удерживает свои какие-то желания, да, а человек с детства, но он такой же мальчик, как и европейские мальчики, как и в России мальчики, в других каких-то странах. У него есть желания, у него есть пубертатный период, интересы свои к женщинам и так далее, фантазии, но в силу своей культуры воспитания и религиозности семьи он это подавляет в себе. А вы знаете, эмоции нельзя подавлять, рано или поздно они выходят. И когда он, понимаете, подавлял там, например, с первой женой, со второй, а вот вас встретил или что такое, или такими другими своими партнершами, а вы ему можете вот, и рычаг давления вот такой простой. Это я вас учу плохому, даю вам намёточку, что объясняю, как это работает. Вы, конечно же, можете, простят меня, турецкие мужчины, как-то использовать в своих каких-то, назовём так, целях. И к этому мы возвращаемся, да, к этой истории, что почему такие есть в курортных зонах, в больших городах Турции, вот в основном курортных зонах, где доступ разбалованный мужчины с сексом, доступ к женскому телу, лёгким отношениям. Вы представляете, вот представьте, мальчик, парень, молодой, там, 30 лет, допустим, 25-30 лет, из небогатой бедной семьи, то есть у него нет огромного кругозора, начитанности, он, скорее всего, из семьи религиозной, дальше деревни своей ничего не видел, у них там много детей, о нём никто ничего не рассказывал, про секс там, не знаю, не просвещал, разговоров никаких таких не было. В их деревне, там, клановость, и подкатить к подружке какой-то, там, к девочке, заигрывать этого невозможно показывать, только после свадьбы, да, история, вот он сейчас сдерживает свои эмоции, всю историю, понимаете. Тут ему надо ехать на заработки в Анталию, Марморис, там, в Кимер, в Бодрум или ещё куда-нибудь, или в большой город Стамбул, почему бы и нет, да. И тут он попадает даже среди турчанок в открытое свободное общество, то есть это не граница его деревни и вот этой клановости, что ничего нельзя. А если он попадает вообще в туристическую зону, вот вам, пожалуйста, вот эти ваши работники кухни, отели, гарсоны, вся прочая история, гиды, экскурсоводы и так далее, и продавцы там у Куба. Он приезжает на заработки, что он видит? То, что он сублимировал годами, то, что в нём копилось, он сдерживал здесь в свободном доступе, и бабы сами к тебе подходят и говорят, о, ты симпатичный, ты мне нравишься. А давай секс без обязательств или без отношений, пока я здесь, скрась моё пребывание, такие тёти постарше, которые опытные, которым нужны, просто эмоции нужны, а не отношения. И вот это его балует, вот он добирается до того, о чём он мечтал всю свою жизнь и не надеялся, что у него это будет. Он, наверное, думал, что он женится на своей девчонке из деревни и ничего вообще не светит никогда. Вот вам ответ на красивые слова. Красивые слова и враньё по ушам, что турки восточные мужчины ездят, это и для них обычный рычаг давления, то, что турчанки от них тоже это всё получают, хотят это слышать. Это их способ взаимодействия, коммуникации с женщиной. А вот уже что женщина в эти слова-то вкладывает? Разное воспитание. Турчанка так не вкладывает, как мы, вот в чём разница. Поэтому у нас больше разочарований, злости, возможно, обид. Вот так эта вся система работает. Что вы думаете по этому поводу? Пишите ваши комментарии. Мне будет очень приятно, если будет много комментариев, подписки на канал. Это очень сильно помогает моему каналу. Спасибо вам большое. Если считаете, что видео полезное и вам нравится, отблагодарите меня таким способом. Я всегда в инфобоксе оставляю свою почту. Если вы хотите присылать свою историю для открытого обсуждения на канале видео, чтобы я сняла, пишите историю от анонима в теме письма. Если вы хотите от меня консультацию как психолога, пожалуйста, в теме письма консультация. Спасибо вам всем за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.